20 июля 1969 года нога человека впервые коснулась поверхности Луны, но больше люди туда не возвращались. С вами канал ФактОпс и в этом выпуске вы узнаете, почему люди никогда не возвращались на Луну и были ли вообще, а также узнаете о самых интересных теориях про Луну. Начнем с убеждения о том, что Луна это смертельная ловушка. Луна представляет собой серьезный риск для космонавтов. Отсюда возникает вопрос, стоит ли вообще идти на такое? Поверхность Луны усеяна кратерами и валунами. Они серьезно угрожают безопасной посадке. В 1969 году правительство США потратило миллиарды долларов на составление карты поверхности Луны и поиск возможных мест для высадки. Еще одним источником беспокойства является воздействие лунного пространства на окружающую среду. Прежде всего Луна-пыль, также известна как реголит. Она имеет электростатический заряд из-за взаимодействия с солнечным ветром. Именно поэтому она довольно легко прилипает к скафандрам, объективам и тепловым одеялам. Это наносит серьезный ущерб оборудованию и спецодежде и приводит к возникновению проблем. Кроме того, Луна совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за 27 дней. Вследствие этого на поверхности Луны темно и холодно. Для преодоления этого периода НАСТА разрабатывает систему электроснабжения космонавтов. Ученые также разработали скафандры и роверы, устойчивые к воздействию солнца и пыли, которые позволят дольше находиться в лунном пространстве. И все это заставляет задуматься. Если оно таит в себе такие риски, почему бы не отправить туда роботов? На этот вопрос ответил астронавт Насаб Бас Олдрин. Он сказал, нет никаких сомнений в том, что роботы прекрасно справляются с научными задачами. Но вклад человека неоценим и не может быть предугадан. Он привел пример. Когда он и Нил Армстронг на Аполлоне-11 ощутили запах лунной грязи, Нил Армстронг описал его как запах мокрого пепла. А Бас Олдрин сказал, что запах похож на запах сгоревшего древесного угля после фейерверка. Каким бы ни был робот, он не сможет воспринять или определить этот запах. Несмотря на успешную высадку на Луну, у американцев было множество проблем. За этим грандиозным событием стояло огромное количество угрожающих жизнепрепятствий. Во время полетов Аполлона произошли две крупные аварии. Первая на пожаропусковой площадке Аполлона-1. Это событие унесло жизни трех космонавтов. Вторая авария произошла в кислородном баке корабля Аполлона-13. Но несмотря на то, что бак взорвался, все остались живы и астронавты благополучно вернулись на Землю. По новым данным оказалось, что Нил Армстронг чуть не погиб за 14 месяцев до запуска Аполлона-11. Во время тренировки посадки на Луну, что-то случилось с двигателем космического корабля и его модуль взорвался. Армстронг успел катапультироваться. Помимо этого, было еще несколько подобных случаев. В свое время администрация Кеннеди заложила в бюджет программы около 7 миллиардов долларов, но в итоге потратила более 20 миллиардов долларов. Так что надо понимать, что освоение Луны очень дорогое мероприятие. Например, проект Аполлон обошелся в 25,8 миллиарда долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет около 264 миллиардов долларов. Кроме того, для успешного запуска программы было задействовано около 400 тысяч человек и более 20 тысяч промышленных фирм и университетов. Существует и другая проблема в космической отрасли. Требуется найти более быструю, дешевую и эффективную ракету. А нынешняя программа по отправке людей на Луну Артемида не обладает такими качествами, так как ее ракета СЛС – лишь расходный материал, а не ракета многоразового использования. После каждого успешного запуска основное ядро системы и боковые ускорители окажутся в океане. Однако есть и хорошая новость. Компания Илона Маска SpaceX разрабатывает многоразовую ракету Starship, и на данный момент стоимость проекта составляет 5 миллиардов долларов. Это отличается от проекта СЛС, на который было потрачено более 23 миллиардов долларов. Высадки на Луну не было. Именно так считают миллионы людей со всего мира. Дело в том, что высадка на Луну стала первой большой победой американцев, сильно отстававших от СССР, в космической гонке. Советские ученые и инженеры, и раньше их, успели вывести первого человека сначала на земную орбиту, а затем и в открытый космос. С тех пор на естественном спутнике Земли успели побывать в общей сложности 12 американских астронавтов и ни одного советского или российского космонавта. Именно этот факт дал почву одной из самых известных конспирологических теорий. Якобы на самом деле Нил Армстронг и Бас Олдрин никогда не высажились на Луне. А все фото и видео их высадки и постановка правительства США при поддержке НАСА и Голливуда, чтобы объявить о победе в космической гонке. Это убеждение настолько устоялось, что получило даже название «Лунный заговор». И это несмотря на то, что за несколько лет было организовано несколько экспедиций к Луне с участием многих астронавтов, и подтверждением тому служат сотни тысяч всевозможных заверенных документов. Однако с появлением интернета и соцсетей, число сторонников этой теории стало только расти. Важным аргументом для сторонников этой теории стала гибель в 1967 году трех астронавтов, которые готовились к первому пилотируемому полету на Луну, но сгорели заживо в ходе наземных испытаний за месяц до назначенного старта. Они якобы намеревались рассказать миру правду о готовящейся фальсификации, за что и были убиты американскими властями. Вообще, сам СССР никогда не оспаривал детали миссии Аполлона-11. Но конспирологов это никак не смущает. Хотя именно советские ученые и госпропаганда были бы в первую очередь заинтересованы в разоблачении фальсификации, располагая всеми необходимым для этого средствами. Но даже несмотря на такой сильный аргумент, спустя десятилетия после высадки все еще находятся люди, которые убеждены в том, что вся история Аполлона-11 – один большой фейк. Только в США сторонников этой теории полтора десятка миллионов. В Британии в лунный заговор верит каждый шестой, особенно эта вера распространена среди молодежи. Конспирологи привели множество поводов для сомнений. Но большинство из них были беспрецедентно объяснены. К примеру, многие обратили внимание на то, что ни на одном фото- или видеовысадке экипажа мы не видим звезд. Хотя в отсутствии атмосферы они должны светить даже ярче, чем на Земле. Однако объяснение оказалось достаточно простым. Все дело в короткой выдержке. Будь она подольше, звезды были бы видны отлично. Зато пропали бы и сами астронавты. Второй вопрос, который возникает у скептиков – это «Где кратер и где пыль?» При посадке лунный модуль должен был оставить ударный кратер в запущем лунном грунте. Однако на фото никакой воронки под кораблем не видно. Кроме того, поднявшаяся от удара пыль должна была сесть на опорах в модуле. Это объяснили слабой гравитацией. Еще один повод для сомнения, о котором кричали все конспирологи – это флаг США, который развивается словно на ветру. Но на Луне, как уже было сказано, нет воздуха, а значит не может быть ветра. И как ни странно, ученые объяснили и это. По их словам, воздуха на Луне действительно нет. Поэтому верхний край платнища удерживает горизонтальный стержень, иначе оно бы мгновенно обвисло. Стержень этот был складным, но после посадки раздвижной механизм немного заело, и растянуть платнище на полную длину астронавтов не получилось. Именно поэтому ткань не выглядит натянутой. Осколки породы внезяного происхождения, которые астронавты продемонстрировали в качестве доказательства своей высадки на Луну, вовсе не обязательно приведены оттуда. Это вполне могут быть собранные в Антарктике метеориты, которые прилетели на Землю сами. Однако здесь скептиков ждала неудача. В Антарктике действительно иногда можно найти небольшие каменные осколки, выбитые из лунной поверхности мощными ударами астероидов, которые долетели до Земли, однако их не так много. Астронавты же привезли с собой на Землю общей сложности 382 килограмма образцов лунной породы за 6 визитов. Как-то не верится, что такое безумное количество можно найти просто разгуливая по Антарктике. К тому же, по словам Нила Армстронга, а также многих ученых, в запуске ракеты участвовало свыше 400 тысяч человек. Как по мне, такое было проще сделать, чем сфальсифицировать. Согласитесь, что если послушать исключительно одну эту версию и аргументы против нее, то все становится очевидно. Однако не все так однозначно. Когда вы услышите доводы стороны обвинения, ситуация тут же изменится. Первый серьезный аргумент звучит немного оскорбительно, но это жизнь космонавтов. В миссии участвовали и 12 астронавтов, и все они прожили достаточно долго. К примеру, Нила Армстронг ушел из жизни в 82 года. Вы спросите, и что дальше? А я отвечу, это очень много для того, кто получил безумно большую дозу радиации. Чтобы избежать такого эффекта, стенки космического корабля и скафандры должны быть не менее 80 сантиметров толщиной и быть сделаны из свинца. Но такой вес не сможет поднять ни одна ракета. Еще один загарочный момент. Люди частенько задают вопросы по скафандрам, расположенным в национальных музеях космонавтики. По словам очевидцев и даже некоторых ученых, они у них сделаны словно из бумаги. А ведь это самая важная часть полета на Луну. Именно она будет спасать тебе жизнь в экстремальных условиях. Мы уже говорили о следах на Луне. Дело в том, что температура на поверхности Луны колеблется от минус 173 градусов по Цельсию ночью. Да, плюс 127 градусов в подсолнечной точке. А значит, при любых раскладах выходить туда в резиновых сапогах было нельзя. Лично мне с трудом верится, что американские разработчики одежды американцев сделали устойчивую ко всему обувь. Хотя, с другой стороны, масса лунного скафандра составляла порядка 90 килограмм. Конечно, это очень запутанная история. Субтитры делал DimaTorzok А как считаете вы? Американцы были на Луне? Или все это очень масштабная фальсификация? А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.